Книга Экклесиаста или Проповедника Глава пятая Не торопись языком твоим, И сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, Потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие, Ибо как сновидения бывают при множестве забот, Так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то немедлий исполнить его, Потому что он не благоволит глупым, Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, Нежели обещать не исполнить. Не дозволяй устам твоим Вводить в грех плоть твою, И не говори пред ангелом Божиим Эта ошибка. Для чего тебе делать, Чтобы Бог прогневался на слово твое И разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, Как и во множестве слов, Много суеты, Но ты Бойся Бога. Если ты увидишь, в какой области Притеснение бедному И нарушение суда и правды, То не удивляйся этому, Потому что над высоким Наблюдает высший, А над ними Еще высший. Превосходство же страны в целом Есть царь, Заботящийся о стране. Кто любит серебро, Тот не насытится серебром, И кто любит богатство, Тому нет пользы от того, И это суета. Умножаются имущества, Умножаются и потребляющие его, И какое благо для владеющего им, Разве только смотреть Своими глазами. Сладок сон трудящегося, Мало ли, много ли он съест, Но присыщение богатого Не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, Который видел я под солнцем, Богатство, Сберегаемое владетелем его, Во вред ему. И гибнет богатство это От несчастных случаев. Родил он сына, И ничего нет в руках у него. Как вышел он на гимн из утробы матери своей, Таким и отходит, каким пришел, И ничего не возьмет от труда своего, Что мог бы он понесть в руке своей. И это тяжкий недуг, Каким пришел он, Таким и отходит. Какая же польза ему, Что он трудился на ветер, А он во все дни свои Ел в потьмах, В большом раздражении, В огорчении и досаде. Вот еще что я нашел Доброго и приятного. Есть и пить, И наслаждаться добром Во всех трудах своих, Какими, кто трудится под солнцем Во все дни жизни своей, Которые дал ему Бог, Потому что это Его доля. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, И дал ему власть Пользоваться от них, И брать свою долю, И наслаждаться от трудов своих, То это Дар Божий. Недолго будут у него В памяти дни жизни его, Поэтому Бог И вознаграждает его Радостью сердца его. Глава шестая Есть зло, которое я видел под солнцем, И оно часто бывает между людьми. Бог Дает человеку богатство И имущество, И славу. И нет для души его недостатка Ни в чем, Чего не пожелал бы он. Но не дает ему Бог Пользоваться этим, А пользуется тем Чужой человек. Это Суета И тяжкий недуг. Если бы какой человек Родил сто детей И прожил многие годы, И еще умножились Дни жизни его, Но душа его Не наслаждалась бы добром, И не было бы ему И погребения, То я сказал бы, Выкидыш Счастливее его, Потому что он Напрасно пришел И отошел во тьму, И его имя Покрыто мраком. Он даже не видал И не знал солнца, Ему Покойнее Не жалит тому. А тот Хотя бы прожил Две тысячи лет И не наслаждался Добром, Не все ли пойдет В одно место? Все труды человека Для рта его, А душа его Не насыщается. Какое же преимущество Мудрого Пред глупым? Какое? Бедняка, Умеющего ходить Пред живыми. Лучше видеть Глазами, Нежели Бродить Душею. И это Так же Суета И томление Духа. Что Существует, Тому уже Наречено Имя, И известно, Что это Человек, И что он Не может Припираться С тем, Кто сильнее Его? Много Таких Вещей, Которые Умножают Суету. Что же Для человека Лучше? Ибо Кто знает, Что Хорошо Для человека В жизни, Во все Дни Суетной Жизни Его, Которые Он Проводит Как Тень? И Кто Скажет Человеку, Что Будет После Него Под Солнцем? Глава Седьмая Доброе Имя Лучше Дорогой Масти И День Смерти Дня Рождения Лучше Ходить В дом Плача Об Умершем, Нежели Ходить В дом Пира, Ибо Таков Конец Всякого Человека И Живой Приложит Это К Своему Сердцу Сетование Лучше Смеха, Потому Что При печали Лица Сердце Делается Лучше Сердце Мудрых В Доме Плача, А Сердце Глупых В Доме Веселья Лучше Слушать Обличение От Мудрого Нежели Слушать Песни Глупых Потому Что Смех Глупых Тоже Что Треск Тернового Хвороста Под Котлом И Это Суета Притесняя Других Мудрый Делается Глупым И Подарки Портят Сердце Конец Дела Лучше Начало Его Терпеливый Лучше Высокомерного Не Будь Духом Твоим Поспешен На Гнев Потому Что Гнев Гнездится В Сердце Глупых Не Говори От Чего Это Прежние Дни Были Лучше Нынешних Потому Что Не От Мудрости Ты Спрашиваешь Об Этом Хороша Мудрость С Наследством И Особенно Для Видящих Солнце Потому Что Под Сенью Ее То Что Под Сенью Серебра Но Превосход Превосходство Знания В Том Что Мудрость Дает Жизнь Владеющему Ею Смотри На Действование Божие Ибо Кто Может Выпрямить То Что Он Сделал Кривым В Одни Благополучие Пользуйся Благом А В Одни Несчастье Размышляй То И Другое Соделал Бог Для Того Чтобы Человек Ничего Не Мог Сказать Против Него Всего Насмотрелся Я В Суетные Дни Мои Праведник Гибнет В Праведности Своей Нечестивый Живет Долго В Нечестии Своем Не Будь Слишком Строг И Не Выставляй Себя Слишком Мудрым Зачем Тебе Губить Себя Не Предавайся Греху И Не Будь Безумен Зачем Тебе Умирать Не В Сво Время Хорошо Если Ты Будешь Держаться Одного И Не Отнимать Руки От Другого Потому Что Кто Боится Бога Тот Избежит Всего Того Мудрость Делает Мудрого Сильнее Десяти Властителей Которые В Городе Нет Человека Праведного На земле Который Делал бы Добро И Не Грешил Бы Поэтому Не На Всякое Слово Которое Говорят Обращай Внимание Чтобы Чтобы Не Услышать Тебе Раба Твоего Когда Он Злословит Тебя Ибо Сердце Твое Знает Много Случаев Когда И Сам Ты Злословил Других Все И И И И И И И И Познать Не Честие Глупости Невежества и безумия. И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее селки, руки ее оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. — Вот это нашел я, — сказал Экклесиаст, испытывая одно за другим. — Чего еще искала душа моя, и я не нашел. Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщины между всеми ими не нашел. — Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Глава восьмая Кто как мудрый, и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лице его, и суровость лица его изменяется. Я говорю, слово царское храни, и это ради клятвы пред Богом. Не спеши уходить от лица его, и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь? Соблюдающий заповедь не испытывает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет, и как это будет, кто скажет ему. Человек невластен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет ни честия нечестивого. Все это я видел и обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему. Видел я тогда, что хоронили нечестивых, и приходили и отходили от святого места, и они забываемы были в городе, где они так поступили. И это суета суета сует. Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, Но я знаю, что благо будет боящимся Бога, Которые благоговеют пред лицем его. А нечестивому не будет добра. И, подобно тени, недолго продержится тот, Кто не благоговеет пред Богом. Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, Чего заслуживали бы дела нечестивых. А с нечестивыми бывает то, Чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я, И это суета. И похвалил я веселье, Потому что нет лучшего для человека под солнцем, Как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах, В одни жизни его, Которые дал ему Бог под солнцем. Когда я обратил сердце мое на то, Чтобы постигнуть мудрость И обозреть дела, которые делаются на земле, И среди которых человек Ни днем, ни ночью не знает сна, Тогда я увидел все дела Божьи, И нашел, что человек Не может постигнуть дел, Которые делаются под солнцем. Сколько бы человек Не трудился в исследовании, Он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, Что он знает, Он не может постигнуть этого. Субтитры сделал DimaTorzok